Сколько мы живем, столько ситуаций, кризисов и капитализмов будут случаться. Это в этом плане не первое, не последнее ни в мире, ни в нашей жизни. Спасибо. Я несколько недель назад записывала интервью на английском языке по поводу mindfulness. Я когда-то проходила такой курс, называется Mindfulness Based Stress Reduction Course. Это такой курс восьминедельный по снижению стресса с помощью mindfulness. И массу книг прочитала на эту тему, много интервью делала и на английском, и на венгерском языке. И вот брала интервью одного американца и как раз спрашивала, как жить в условиях неопределенности. И он говорил, что условия неопределенности, непредсказуемости, внезапности – это не то, что вот сейчас в эти недели происходит. Это всегда было. Рассказывала какой-то случай, что, например, вот его очень хороший друг вдруг проснулся в доме, и в доме пожар, просто пожар. И вот их дом сгорел. И с этой точки зрения, вот то, что он советует, и как раз mindfulness, с этой точки зрения, очень классная. И то, что ты говорил сейчас по поводу принятия, это вот одно из самых главных в mindfulness. Ну, там, по крайней мере, девять таких столпов mindfulness. И вот один из них – это принятие. Вот принятие конкретно в контексте нашего интервью – это принятие наших чувств, да. Принятие ситуации, что вот сейчас это произошло. То есть я принимаю, потому что, ну, честно говоря, Жень, вот я на прошлой неделе сказала себе, блин, у меня такая злость появилась. Мне очень сложно было принимать. Потом я вспомнила, что происходило в 41-м году, 22-го июня. Так сказать, что это же было тогда, когда очень много молодежи, да, был выпускной вечер, и когда фашистская Германия напала на Советский Союз. И никто этого тоже не просил. И, знаешь, и потом как-то вот так, когда принимаешь, и потом уже начинаешь действовать, и делаешь, ну, может быть, какие-то маленькие вещи, но, по крайней мере, такие вещи, которыми можно улучшить жизнь других людей. И свою тоже, конечно. Таким образом, чтобы приносить добро. и вот давать поддержку тем людям, которые вот рядом нуждаются, потому что миллионам людей, во всяком случае, я не могу дать никакой поддержки. Ну, моим аспирантам могу, моим студентам могу, моей дочери могу. Да? Это... Мне не нравится слово «смеление» в религиозном смысле, но я не религиозный человек совершенно, но... Для меня, знаешь, это про какое-то, ну, вот это развлечение. Свобода и ответственность. Ответственность – это, ну, для меня вопрос, что делать. Ну, вина – это вопрос, кто плохой, ответственность – это вопрос, что делать в этих обстоятельствах. И, ну, действительно, мы свободны выбирать. И тогда вопрос, из чего выбирать, для меня мой вариант ответа из вот этого, из того, что я центр моего мира, из автономности. Помни о том, что, ну, в центр моего мира входят и мои ценности, безусловные, самые глубокие ценности и смыслы, в том числе забота о моих близких, и понятие справедливости и так далее. Ответственность – это про авторство фактически, про то, что я автор, я ответственный, я отвечаю перед собой, ну, перед собой, в первую очередь, во вторую и в третью. Какие выборы я делаю в этих обстоятельствах? Я отвечаю не перед другими людьми, но в первую очередь, во вторую и в третью. Для начала, ну, перед собой, из своих ценностей, из центра своего мира. И если я в хорошем контакте с собой и в хорошем контакте с ситуацией, то, ну, мои выборы будут, во-первых, мои, именно мои, а во-вторых, они будут ответственные. То есть я готов перед собой и перед другими признавать их авторство и встречаться с положительными и отрицательными последствиями своего выбора, которые всегда есть, и положительные, и отрицательные. Это неправильный выбор, это мой выбор в любой ситуации. И вот это, наверное, точка какого-то возвращения контроля себе, возвращения авторства в своей жизни, в ситуации хаоса. Ну, вот то, о чем мы с тобой начали говорить, о чем наша с тобой встреча. Ты знаешь, Жень, вот ты сейчас говорил по поводу выбора, и несколько дней назад одна моя подписчица поделилась со мной, что какие-то там ее знакомые, она живет в Западной Европе, какие-то ее знакомые требуют от нее, чтобы вот она выбрала, чтобы она встала на одну сторону или на вторую сторону. И сейчас, кстати, очень многие такое делают, объявляют свою там позицию по поводу там чего-то. Даже многие те люди, которые вообще никогда не объявляли о каких-то там позициях. И плюс еще вот то, что сейчас происходит, очень многие пытаются втянуть нас в игру свою, чтобы мы выбрали вот конкретно их. И вот как вообще понять, что это решение, твое решение, что это выбор, это твой выбор, а не то, что нас кто-то что-то втянуло в какое-то решение. Ну, решение, я имею в виду, решение, оно может же быть даже моральным каким-то решением. То есть не то, что там уезжать куда-то или приезжать, ехать там в страну или не ехать. Кто-то хочет сейчас ехать обратно в Россию, кто-то, наоборот, из России. И то же самое там происходит с Украиной и со многими другими странами. Но даже вот типа того, что на чьей стороне ты стоишь, уже для многих это становится делом выбора. И ты должен сделать этот выбор. Вот многие говорят про это. Ну, ты знаешь, для меня один из признаков автономности, аутентичности, это выбор позиции, что никто никому ничего не должен. Это мне нравится. Вот. Ты вспомнила про 22 июня 41-го года. Мой дед Григорий Соломонович Дворочкин из Гомеля в 41-м году в 18 лет ушел воевать и закончил войну с перебитыми ногами не с первым ранением в Германии в 45-м. И, ну, он прожил огромную жизнь, умер там за 90 лет. И единственное нравоучение, которое я от него слышал, звучало буквально так. Живи своей головой, пусть ошибаюсь, но своей. Вот. Поэтому это, ну, не зря это отчасти, ну, из его, в рифму с его заветом. Ну, вот про этот центр моего мира во мне. Я, возвращаясь к началу нашего разговора, замечать свои чувства и делать предположения, какие защиты у меня сейчас срабатывают. Люди могут, ну, как-то пытаться вернуть в себя ощущение контроля над ситуацией, тем, что требует какого-то выбора, какой-то определенности от людей рядом с ними. И это они делают из своих тревог и из своих защит. Это их песня. И тогда, ну, вести себя нереактивно, то есть, ну, не реагируя автоматически, да, на то, что от тебя требуют, а проактивно. То есть, опять, ну, заботясь о себе. Какая моя сейчас цель? И если я сейчас выбираю ее, я явно проговариваю какую-то определенную позицию, я это делаю из чего? Я это делаю из своей тревоги и из ее невыносимости. Это одна история. Я могу замечать свою тревогу и признавать ее, и понимать, допустим, что то, что я обозначаю свою позицию, это в какой-то степени снижает мою тревогу и так далее. Но если я делаю это осознанно, ну, тогда я делаю это скорее из своего центра. То есть, здесь опять вот та фраза, которая может звучать ужасно для нашей культуры, хотя уж чего тут ужаснее происходящего. В сложной ситуации, в ситуации высокой неопределенности думай только о себе. А вот звучит ужасно. Думай только о себе. Никто никому ничего не должен. Ты никому ничего не должен, тебе никто ничего не должен. Я сейчас договорю. Но я еще раз напомню, напомню, что когда я думаю о себе, когда я обращаюсь к центру своего мира, который во мне, то в это входят мои ценности, мои смыслы, все, что мне дорого, все, кто мне дорог, мое отношение, мои выборы, мои ценности, моя любовь, моя ненависть. И это тогда про меня. И не только про меня. Но тогда выборы, которые я делаю, я делаю из себя, не из чьих-то ценностей, не из чьих-то долженствований, но из своего глубокого контакта с собой. Вот это, наверное. Жень, поддержу тебя. И хочу добавить, что, например, если летишь в самолете, то всегда тоже говорят, что если что-то там происходит, то сначала, в первую очередь, там маску с кислородом одеваешь на себя, и только потом на своего ребенка. или там на кого-то, кто рядом, потому что другому невозможно помочь, если не позаботишься о себе. И с точки зрения, это не концентризм какой-то, а это действительно абсолютно трезво и нормально. И еще я хочу сказать нашим зрителям, что мы с Евгением записывали уже не одно интервью, и мы записали интервью по поводу ассортивности, по поводу того, каким образом реагировать на чьи-то манипуляции, потому что сейчас нами очень много кто пытается манипулировать нашим сознанием. И также с Евгением я записала совсем недавно интервью по поводу внутреннего диалога, и там мы как раз обсуждали, каким образом реагировать на свои мысли, некоторые из которых могут быть и негативными мыслями. И в том же интервью Евгений говорил очень классные советы, давал, каким образом родителям воспитывать своих детей. И там вот я помню, Жень, ты говорил по поводу того, что родителям нужно обязательно научить своих детей понимать свои чувства, принимать свои чувства и уметь говорить про эти чувства, что, естественно, только тот родитель может дать своему ребенку, который сам в контакте со своими чувствами. Потому что если не в контакте, то ребенок не факт что сможет это делать сам.